Романовы в современном мире. Династия Романовых правила в России на протяжении 304 лет. Октябрьская революция привела к свержению монархии в России, а в ходе последующих событий погибли многие представители императорского дома. В современном мире все потомки по мужской линии Романовых происходят от Александра Николаевича и Михаила Николаевича. К сожалению, не осталось потомков двух других сыновей Николая I. Давайте узнаем, где живут и чем занимаются современные Романовы. Во время февральской революции внук Александра II Кирилл Владимирович сначала принял сторону восставших. Однако после ареста семьи Николая II он подал в отставку из Государственной думы. Кирилл Владимирович уехал в Финляндию, а позже в Германию. После смерти Николая II он стал старшим из Романовых и в эмиграции провозгласил себя императором всероссийским. Внучка Кирилла Владимировича Мария родилась в 1953 году в Мадриде. В 23 года она вышла замуж за принца Франца Вильгельма Прусского, правнука германского кайзера Вильгельма II. Мария Владимировна активно занимается благотворительностью. С 2008 года по 2014 год она была покровителем Российского государственного торгово-экономического университета. В 2013 году Мария Владимировна возглавила ряд мероприятий, посвященных 400-летию дома Романовых. Сын Марии Владимировны, Георгий, закончил Оксфордский университет, работал в Европарламенте. Вместе с матерью он достаточно часто приезжает в Россию. Еще один внук Александра II, Дмитрий Павлович, после Октябрьской революции эмигрировал в Лондон. Позже он переехал в США, где познакомился с будущей женой. В 1928 году у пары родился сын Павел. Многие исследователи рода Романовых отмечают невероятное внешнее сходство Павла Дмитриевича с Александром III. Его дети и внуки живут в США и носят фамилию Романовы-Ильинские. А сын Павла Дмитриевича Михаил в 2017 году возглавлял объединение членов рода Романовых. Познакомимся с потомками Михаила Николаевича, младшего сына Николая I. Андрей Андреевич Романов, сын князя Андрея Александровича, покинувшего Россию в 1918 году на британском корабле «Форсайт». Он стал первым из Романовых, кто после революции посетил Россию. В 1942 году Андрей Андреевич в качестве простого матроса несколько дней провел в Мурманске. После переезда в Америку Андрей Андреевич Романов брался за любую работу. Он работал плотником, ювелиром, выращивал овощи. Позже он занялся живописью и в 1990 году приезжал на открытие своей выставки в Ленинграде. Трое сыновей Андрея Андреевича живут в США, а его дочь Ольга в декабре 2017 года возглавила объединение членов рода Романовых. Ольга Андреевна является одним из патронов русского летнего бала, ежегодно проводимого в Лондоне. Ростислав Ростиславович Романов, внук князя Ростислава Александровича, родился в 1985 году в США. Он постоянно проживает в Великобритании, занимается живописью и дизайном. Ростислав Ростиславович официальный представитель рода Романовых в России. Всего по состоянию на 2017 год живы 11 потомков императора Николая I мужского пола. Мы рассказали вам только о некоторых из них, тех, кто поддерживает контакт с Россией и участвует в жизни государства.